Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша и это 24 выпуск информационной программы новости Apple. Итак, поехали! Apple рассматривает возможность строительства собственной гидроэлектростанции рядом с центром обработки данных в штате Орегон, сообщает Орегон Лайф. Последний расположен на участке земли площадью около 650 тысяч квадратных метров. Авторы The Verge представили, как будут выглядеть мобильные приложения на iPhone 6. Исходя из опыта работы с программами, издание отмечает, что увеличенный дисплей сделает потребление контента на iPhone намного удобнее для любого пользователя. Вебсерфинг, почта, электронные книги и другие приложения выиграют от большей диагонали. Бюро патентов и торговых марок США опубликовало новую разработку Apple, которая описывает технологию точного нахождения внутри помещения. Механизм предусматривает возможность обнаружения местоположения без использования GPS при помощи только беспроводных сетей Wi-Fi. Платформа CarPlay предназначена для подключения iPhone к автомобильной электронике, будет присутствовать не только в машинах, поставляемых автопроизводителями завода. Apple официально подтвердила, что технология также появится в информационно-развлекательных системах от сторонних компаний. В частности, на сайте указаны известные производители автомобильной и домашней аудиоэлектроники, в числе которых есть производитель Pioneer. Объектив Olo Clip для iPhone 5C – идеальное решение для любителей фотографии. Набор состоит из трех линз – широкоугольной, фиш-ай и макро, и без труда помещается в кармане, что позволяет делать профессиональные кадры в любое время. Компания D-House объявила о начале официальных поставок аксессуаров России. Через неделю после выхода шестой бета-версии обновления операционной системы OSX Mavericks 10.9.3 в Mac Developer Center дебютировала новая тестовая сборка. Загрузить билд могут пользователи, имеющие официальный аккаунт на сервисе Apple. На просторах Weibo появился новый скриншот, имеющий отношение к операционной системе iOS 8, запущенной на смартфоне iPhone 6. Ни та, ни тот официально не анонсированы. Сотрудник Foxconn сделал фотопресс-формы для производства iPhone 6. Подробнее с этой утечкой вы сможете ознакомиться, перейдя по ссылке в описании под этим видео. По сведениям ресурса China Business News, сотрудник одной из тайваньской компаний, занимающейся производством пластмассовых деталей, корпусов и форм, показал журналисту макет iPhone 6, согласно которому толщина новинки составит всего 5,8 мм. Для сравнения, толщина нынешнего флагмана iPhone 5s 7,6 мм, а самый тонкий в мире Android телефон имеет толщину корпуса 5,5 мм. Несколько дней назад были опубликованы фото и видео макета нового iPhone, показанного на выставке Гонконг Электроникс Фэр 2014. Модель, как утверждали источники, выполнена на основе спецификаций устройства. Тогда сообщалось, что это флагман iPhone 6. Однако теперь выясняется, что речь может идти об аппарате iPhone 6C, который придет на смену iPhone 5C. Apple тестирует обновления для своей мобильной операционной системы, сообщает 9to5Mac. В лог-файлах сайта были обнаружены свидетельства существования устройств на iOS 7.1.1. С них выходят в интернет сотрудники Apple из разных офисов компании на территории США. В сеть просочилось изображение запчасти iPad Air второго поколения, на которых можно увидеть деталь, не показывающаяся ранее, переднюю панель планшета с интегрированным ЖК-дисплеем. Снимки опубликовал датский портал OneMouseSync, который сигнализирует об очередной утечке у контрактных поставщиков Apple. А на этом 24 выпуск информационной программы новостей Apple подошел к концу. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр, пока!